как же это вкусно курма курага лимончики как это вкусно по лимона и ревень это вкусно дорогие друзья всем вечер добрый я совсем ненадолго сегодня я получила комментарий от ольги отправила его себе на почту сейчас я вам прочитаю я не знаю кто смотрел предыдущий сюжет заинтриговала ли я вас но мне было совсем это вот прямо как-то я вообще ничего не понимаю я ничего не понимаю сейчас кости подрастает полина уже взрослая и будет летом 12 а кости подрастает ему будет летом три детский сад туда-сюда все это я не представляю чтобы я сделала с этим музыкальным руководителем там со спитателями или с кем если бы мне ребенок принес такой стишок домой мама порепетируй со мной оля пишет здравствуйте наталья викторовна это под школьным сюжетом я сюжет не пересматривала потому что я не помню уже там много лет уже затронули больную тему этих тем больных пруд пруде их очень много этих больных тем ребенку на утренник в детском саду дали выучить песню не стихотворение песенку песню причем они уже с ним ее выучили далее дома повторить слова двоеточие цитирую я в страхе был воспитан ребенком тихим роз но с детства стать воришкой хотелось мне до слез мечтал я стать всех выше в один прекрасный миг и вот стою на крыше я своего достиг припев работа чистая работа славная на крыше можно танцевать а это главное работа чистая работа славная смотрю на всех я сверху вниз а это главное и в скобках или пишет постановка карлсон который живет на крыше вы что-то понимаете может быть я вообще настолько вот как говорил задорнов царствием небесного тупая ты наталья викторовна ты тупая ты ничего не понимаешь это современные песни дети должны петь такие песни и должны читать такие стихи я всю жизнь мечтал быть выше всех понимаете здесь ты не о росте вообще речь идет тут тут жизнь и эгоцентризм гордыня зашкаливает и вообще я всю жизнь мечтал воришкой быть я в страхе был воспитан ребенком тихим рост роз я в страхе был воспитан ребенком тихим роз но с детства стать воришкой хотелось мне до слез до слез комментировать больше не буду не знаю комментарий излишне я оленьке написала в регуля никогда бы не дала ребенку петь такую песню никогда и нашла бы слова объяснения он допустим скажет но это же это же карлсон можно же по-другому ее да можно отдавать час по другому давайте по другому я в страхе был воспитан ребенки тихим ребенком тихим роз но с детства стать воришкой хотелось мне до слез мечтал я стать всех выше в один прекрасный миг и вот стою на крыше я своего достиг работа чистая работа славная на крыше можно танцевать а это главное работа чистая работа славная смотрю на всех я сверху вниз а это главное я не знаю я не смотрела постановку карлсон который живет на крыше где появится эта песенка я не могу представить как эта песенка исполняется там но само по себе что до слез хотелось ребенку который в страхе рос стать воришкой всем доброй ночи пошла я спать пока ой прости господь всех нас образуме воспитай лучших мы тебя побольше боялись а не того что маленького маленьким буду и вора из меня не получится анонсирую вера мне выражать ноту протеста уже который нас в комментариях когда вы конечно расскажешь про голые коленки но когда ты расскажешь про голые коленки я даже ей этого не рассказывала когда мы рядом были вместе не рассказывала вверх тебя потом неинтересно будет смотреть обещаю расскажу это будет очень весело забавно у меня моя подруга вдруг соратник коллега марго обвинила после государственного экзамена шутся было на тебе уже такое то воля царствие небесное уже нет живых ольги который всегда новые праздники ходила недавно узнал что нет живых что 5 о грустном она себя правду говорила шу за половая тряпка на тебе глядя на сцену я рассказывала это уже канонах каноны сына одежда у меня есть там этот рассказ чем нельзя выходить на сцену а тут могу что-то на тебе было что за голые коленки наташа заобразие я обязательно расскажу обязательно расскажу не знаю когда расскажу самой любопытно все это вспомнить почти два года прошло представляете у меня этих сюжетов тем воспоминаний очень много всего так что оля мой вам совет поговорить наедине с музыкальным руководителем детском саду потому что если это на выступление на утреннем детском саду то этим занимается музыкальный руководитель заведующий может быть и не в курсе мать и слова слова никто не слушает как бы весело музыка дети бегают все извините меня но начали было слово вы с ней поговорите вам не кажется что текст неприемлемый для детей если хотите я вам вам сочиню и для вашей не заведующей для вашего руководителя музыкального отправлю нормальный текст какой давайте сейчас попробуем сейчас будем переделывать и так как же это вкусно почему они мне не так я хорошо воспитан ребенка пусть будет тихий я хорошо воспитан ребенком тихим роз из детства из детства у меня понимаете еще какая была ассоциация когда вот тут крыши когда вы там повыше там туда-сюда меня сразу почему-то суицид не сразу почему-то что с этих крыши там прыгают потому что помните было прямо целая эпопея вот дети кончали жизнь самоубийством залазили высоко на крышу и оттуда падали мне прям аж я когда это прочитала мне аж страшно стану поэтому но с детства стать веселым хотелось меда слез о веселым он был тихий а стать хотелось веселым не мне надо но не на не перед сном понимаете все на свежую голову я бы все это переделала карлсон чик понимаете такой прям персонаж и 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 положительный герой ну что это за песни теперь точность свечи уже погасила это этот кусочек эту беру в холодильник будьте благословлены все счастливы вам вы не видели что я ножку облизал берегите детей любите детей и берегите такой музыкальный руководитель нужно просто уволить если на такие песни позволяет брать внутренних и очень детей может быть она очень хороший человек она сама не понимает бывает переклинина поле подскажите ей тихонечко подойдите и скажите и песни нельзя брать в школьном учреждении и вообще таки песни нельзя не считай эту барышкой стать все пока